Так, друзья, давайте раз и навсегда определимся. Когда я делал распаковку этого смартфона, это название бренда я произносил как Xiaomi. И мне сразу же в комментарии прилетело Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi и так далее. Знаете, я, в отличие от многих из вас, был в Китае и специально узнавал, как правильно произносить название этого бренда. Правильно произносить Black Shark. Поехали! Этот смартфон позиционируется как геймерский и все в нем говорит, что это не просто смартфон, а платформа для игр. Мне очень нравится, как он выглядит, действительно по-геймерски. Нравится задняя крышка, нравится зеленый цвет срезов, USB, нравится зеленый цвет кнопок. И вообще смартфон выглядит не так, как другие смартфоны. Это очень круто. Крышка металлическая, вот здесь по бокам, а по центру у нее пластик. Смартфон может быть вот в таком черном цвете, либо еще в таком светло-сером. Тут уж кому что нравится, но мне больше черный заходит. Диагональ экрана 6 дюймов, 5,9 если быть точнее. Соотношение сторон самое модное, 18 к 9 и разрешение 2160 на 1080, то есть Full HD+. Экран с хорошей IPS-матрицей, неплохие углы обзора, правда, если смотреть под сильным углом, то изображение немного тускнеет. Но это нормально, так во многих смартфонах есть. Экран очень яркий и цвета здесь, конечно же, более насыщенные, чем натуральные. Но это сделано специально, чтобы в игре лучше было видно противника. Все-таки геймерский смартфон. Изначально ходили слухи, что здесь будет частота обновления 120 Гц, но в итоге оставили 60. Начинка, конечно, впечатляет. Snapdragon 845, 6 либо 8 гигов оперативы, 64 либо 128 гигов флеш-памяти. Есть две сим-карты, но вот карточку вставить сюда нельзя. У меня вариант на 6 гигов оперативы и 64 флеш-памяти. Самое крутое здесь это жидкостное охлаждение, чтобы смартфон не грелся. И оно реально работает. В играх смартфон вот здесь просто немного теплый. Это очень круто. Смартфон без проблем тащит все современные игры на максималках, так что по поводу всяких пабгов мобильных можно не беспокоиться. Для удобства игры можно докупить вот такой вот геймпадик. Стоит он 30 долларов, но первым 50 тысячам покупателя этого смартфона он доставался бесплатно. Что нужно с ним делать? Он не надевается на смартфон, если вы не надели вот такой бампер. Он идет в комплекте. Вам нужно всего лишь надеть бампер. Это делается очень просто. Тем более я бы советовал его носить. Все-таки смартфон не дешевый. Жалко будет покоцать. Дальше делается очень просто. Вы нажимаете кнопку включения. Все. Смартфон уже сопряжен. Все работает и вы можете играть. Сделан он для того, чтобы было удобнее играть и вы меньше касались экрана. Кому-то это удобно, кому-то нет. Но мне лично в шутерах лучше с ним. По центру стик, кнопки LB1, LB2 и кнопка Reset. Он приятный, с прорезиненной спинкой и заряда хватает на 30 часов. Подключается по Bluetooth. Все очень быстро. Включили и пользуйтесь. Еще одна особая фишка смартфона. Это специальный режим для гейминга. Называется он Shark Space. Для этого даже специальная кнопка слайдер предусмотрена вот здесь. Нажимаете ее и смартфон переходит в режим максимальной производительности. В этом режиме не работает, например, кнопка свернуть приложение. Кнопка назад работает. Если нажать кнопку домой, то выходит именно в меню Shark Space, а не в основное. Типа шпильте, чтобы ничего не отвлекало. Слайдом по кнопке вы вызываете меню и настраиваете, что будет работать во время игры. Можно даже звонки отключить. Короче, превращаете смартфон в портативную консоль. Главное во время игры не сильно закрывайте стереодинамики вот здесь рукой. Операционная система Android Oreo под оболочкой JoyUI. Не MIUI, но очень похожа, потому что сделана на ее основе. Это самая главная проблема этого смартфона. Нет, она удобная, здесь практически нет ненужных приложений, фишек. Она быстрая и симпатично выглядит. Тут претензий нет. Фишка в том, что пока что этот смартфон предназначен для продажи только на территории Китая. И поэтому здесь нет Google сервисов и русского языка. Можно поставить, конечно, английский язык, но китайский будет все равно всплывать в каких-то там приложениях. Play Market китайский, игры китайские, соцсети для того, чтобы логиниться в них тоже китайские. И это, конечно, вообще не очень. Я пытался, реально пытался поставить сюда Google. Play Market не ставится. Я скачивал несколько АПКшек. Какие-то устанавливались, но не запускались. Какие-то вообще не устанавливались. Я думаю, что если вы будете покупать у нас в стране этот смартфон, то вам, конечно же, перепрошьют его на нормальную систему с русским языком и так далее. Но мой экземпляр приехал из Китая сразу ко мне. Так что пока вот так. В кнопке домой встроен отпечаток пальца. Довольно шустрый, но, конечно, когда палец мокрый, он работает плохо. Также по кнопке можно сделать слайд. Тогда откроются мини-музыки и еще чего-то, для чего нужен Alipay. Китайская система платежей по типу Apple Pay или Google Pay. Смартфон имеет две основные камеры по 12 мегапикселей каждая. Фоткает неплохо, но изображение, как по мне, немного перешарплено. Вот несколько фоточек, зацените сами. Максимальное качество видео может быть 4К и в кодеке H.265, но стабилизация слабенькая даже в Full HD. Селфи-камера аж на 20 мегапикселей. И, конечно же, здесь есть режим размытия фона. Зацените и пишите в комментарии, как вам фотки. Батарея здесь несъемная, емкостью 4000 мАч. И, как по мне, для игрового смартфона, который надо целый день юзать, это не очень много. Но у конкурентов мне лучше и, в принципе, на денек его вам хватит. Смартфон мне очень понравился, как внешне, так и по мощностям. Камеры, конечно, не суперфлагманские, но выше среднего. И самая главная проблема – это прошивка. Если с ней порешают, то смартфон – просто огонь. Лично для меня. Цена, конечно, у нас будет не 500 долларов, чуть-чуть побольше. Но это все равно дешевле, чем те же конкуренты с похожей начинкой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео. Ставьте лайк, если это видео понравилось. Пишите в комментариях, стоит ли мне вообще обозревать смартфоны. И увидимся в следующих видео.